Всем приветики. Вот я решил сделать обзор на мои колоночки. Пользусь я им уже где-то 9 месяцев. Ну и нормально они себя показывают. Правда, я их когда покупал, думал, что они будут громче, чем они играют. В каждые по 70 ватт. Вдвоем они 140 ватт. Но я думал, что они будут громче. Ну то есть, я когда их в первый раз включил на самом максимум, ну что-то мне не понравилось. Я ожидал, что 140 ватт будут играть, я не знаю, наверное, как 250 ватт, что-то такое. Ну чисто по ощущениям. Ну я так сейчас прикидываю. Тогда я не знал, сколько это 140 ватт и насколько это громко. А сейчас я примерно прикидываю, что я тогда ожидал от них больше. Но в целом нормально они работают. Вот. Все у них хорошо, но здесь, на что я думал, что они будут громче. Потом, что еще? Минус у них в том, что провод короткий. То есть, вся вот эта вот полка 3 метра, а провод это где-то 4 метра у них. То есть, там провод такой специальный от одной до одной. И он 4 метра. И вот где-то это будет, если вот эта полка вся 3 метра, то 4 метра это где-то будет вот до сюда. То есть, это их максимальная длина. То есть, их даже по всему вот залу не раскинешь, потому что провода не хватит. А я хотел вообще в две разные комнаты поставить. Тем более не хватит. Там еще провод такой специальный. Какой-то такой плетеный, четырехушильный. Я только в интернете искал не нашел вообще, откуда они такой провод взяли бы. И даже если найдется, это же все равно дополнительные расходы и наверняка он дорого будет стоить. Вот. Потом они еще греются. И когда они играют там часа два, допустим, норм-три норм. А когда играют целый день, здесь просто динамики и все. А здесь еще усилитель. И вот он начинает греться. И я дополнительно поэтому поставил вентилятор. Ставлю его на стулья. Вот один на второй. Ставлю на один на второй вентилятор. И он обдувает их, когда целый день работает. Это реально вот как бы не очень. А провод, кстати, сейчас покажу. Я сразу что-то не показал. В общем, вот такой вот провод. Какой-то такой пилиционный. С золотым покрытием. И на выходе четыре контакта. Я такой вентилятор искал вообще не нашел. Наверняка он будет стоить дороже, чем обычный. Очевидно, что такой провод будет стоить дороже, чем обычный. Которые обычно соединяют типа аудиоаппаратуру, которые типа как от наушников. Ну вот. Потом еще было такое, что когда перемещал эти колонки. Обычно у меня стоят на одном месте. Но был такой момент, когда я их перемещал. И отошла эта колонка. Провод. Вот этот вот провод, который я сейчас показал. Он идет от этой колонки к этой. И вот эта колонка перестала работать. И когда я шевелил этот провод возле этой колонки, возле выхода этой колонки, Она начинала работать. То есть что-то там такое было. Какой-то слабый контакт. Я ничего не трогал. Просто колонки переместил ее, и она перестала работать. Начал шевелить провод, стала работать, потом опять перестала. В итоге, понял, пришел к тому, что это вот там где-то что-то отходило. Ну, только все в один раз было. Вот так что такой еще момент был. Вот. Царапаются быстрее. Я их только на шкаф поставил, там уже царапины там были. Когда их ставил, приподнимал, случайно задел потолок, и уже наверху есть царапина. Ну, то есть как-то они реально быстро царапаются. То есть они вот черные, потому что вообще они деревянные, покрытые какой-то пленкой, типа наклеена на них пленка. И вот когда эту пленку задеваешь чем-то, она царапается. И в итоге, ну, пока что нет такого, чтобы она до дерева процарапалась. Но царапинки есть такие вот. Что-то она быстро, эта пленка царапается. Но, получается, по деревяшке поклеена пленка, и поэтому они такие выглядят, как черные. То есть это как-то такая вот штука. Ну, это не они, нереально их, то есть это не пластмасса, ничего. Это просто, ну, типа как пленка наклеена. Кстати, там на пульте, где пульт тоже есть пленочка, клеится, и если ее не снять, пульт плохо ловит. Но он и так плохо ловит, вот если пультик взять. Вот он, пультик. Он отсюда плохо будет ловить. Он хорошо ловит, когда вот ровно над ним стоишь и ровно, ровно смотришь на это. А вот когда снизу, вот так вот, он плохо ловит. Вот когда ровно, вот когда стоишь ровно, то есть перед ними или выше над ними, норма. А когда ниже, оно плохо ловит. Вот, получается, для пультика. Когда вот так вот делаешь, норм, такое делаешь, норм. А когда вот так вот, уже не норм, оно плохо ловит. Ну, и здесь пленочка еще висит, я сразу снимаюсь, тогда лучше ловит. Пришли вот в такой коробке, ну, это я все показывал в распаковке. Там лежат все эти вот провода дополнительные. Что здесь лежит? Какие-то провода дополнительные. Просто соединяющие, могли бы быть соединяющие. Там какие-то оптические провода. Снизу там поролон, в котором они были закрыты, пакеты. Эти пищалки, кстати, были закрыты. Вот, тут какой-то HDMI, где-то здесь HDMI кабель, где-то оптический кабель. Ну, в общем, есть здесь трехи кабелей, вон еще кабель. Это как раз-таки есть HDMI, а это оптический. Вот, в общем, хватает здесь кабелей. Эти штуки были на пищалках. Вот так вот оно выглядит без сетки. Вот сетка, вот без сетки. Вот сама сетка. Так вот оно стоит. Сверху там еще пищалки были. Ну, вернее, на пищалках вот эти штуки были защищающие при транспортировке. Вот так вот оно было. Получается, была наклеена сетка. И по-любому ее нужно было снять, чтобы достать вот эти штуки. На ней написано что-то типа такое. Что защищает, и при использовании нужно снять. За эти штуки оно держится. А вот сами динамики. Пищалка едва. Нижних, по-моему, вверх. Низ, а среднего нет. Вот, по-моему, как-то так. Ну, вот такие колонки. Еще их можно затестить. Я для них специально купил фильтр. Сетевой фильтр. Потому что вот их провод. Не хотят, если напрямую в розетку включить. Если вдруг, не дай бог, скачок напряжения, они сгорят. И чтобы они не сгорели, сетевой фильтр купил. Вот он поставил. Специально для... Он как бы может при замыкании обрубать электричество сам. При повышении напряжения. Ну, такое. Если это какие-то неполадки в сети, он, по идее, должен все обрубить. Специально для защиты. Потому что жалковато вроде как. Сюда и ноут подключен. Там и вентилятор. Все сюда. Вот. Ну, а сейчас можно затестить, как оно все работает. Нажимаем на кнопку. Загорает здесь такие прочерки. Дальше подключаем плеер и выбираем устройство. Вот он, провод, идет к плееру. А сзади я сейчас покажу, как все подключено. Это у нас идет на вторую колонку. Это в розетку. Это кнопка включения. Это оптическая. Нет. Вот это... Вот это, по-моему, оптическая. Это коаксиальный кабель. Это HDMI. А это обычная. Из телефонов на штекер. Это идет в ПК. Это на AUX. Как раз таки идет на плеер. Вот это вот на плеер идет, по-моему. Да. Дальше просто нажимаю включить. Она включается, показывает ПК. Нажимаем Input. Вход. У нас AUX. Вот AUX. Ну, а дальше все можно врубать. Кстати, когда громкость делаешь больше, появляется гул какой-то. А хотя сейчас вот и не слышно. А когда поработает там день, выключаешь вечером звук и слышно такое гудит. Так, ну сейчас попробуем включить. Одно плеер. Итак, вот он наш плеер подключенный. Врубаем. Начало играть. Вложим плеер. Делаем громче. Кстати, здесь почему-то максимальная громкость 60. Почему-то вот здесь максимум, минимум это 0, максимум 60, не 160. И увеличение есть верхов и низов. Требли верха. Верха минус 6 можно сделать и максимум плюс 6. А низа тоже минус 6 и максимум плюс 6. Я не знаю почему так, но почему-то у них на шестерках все завязано. И вот, кстати, я ниже жму и оно уже как-то плохо ловит. А если сесть, то на кресло все ловить не будет. Ну, вот они работают. Там сейчас 22. Не знаю, видно, не видно. И отсюда вот плохо ловит. А не ловит. Ловит. Ну, вот с такого растения ловит. Это получается вот моя рука. Ну, то есть вот я сижу и так вот ловит. Но надо именно так делать. Вот и так вот не будет ловить. А еще жму, ничего не происходит. А если приподнять? Уменьшается или увеличивается? Ну, максимум, я думаю, нет смысла делать. Во-первых, потому что если я сделаю максимум, вы меня не услышите, во-первых. А во-вторых, все равно через видео вы не ощутите тот звук, который в реале. И, кстати, когда басы играют, вот здесь сидишь на этом месте, норм кайфово слушается. А когда входишь в другую комнату, например, в коридор или вообще на кухню, они так по голове барабанятся, что реально аж напрягает. Как кто-то писал, что басы вдали жестче слышны, чем вблизи. И реально, вот здесь находишься, она не так жестко слышна, как, например, на кухне. Она через коридор на кухне залетает, и ты по голове так барабанишь, что уже когда час послушаешь басы на этом, ну, только басы, реально голова начинает болеть. Именно находясь вот здесь вот. Но так чисто по кайфу, когда не только басы, а там разная музыка, и там вообще разные треки, там вообще нормально звучит, кайфово. Это сейчас 30. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вообще, а не кайфово озвучивает комнату, вот именно, если включить. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас слышно вам. Но здесь приятно звучат так... Ну, то есть и вверхово так звучат приятненько. В общем, если настроить, именно настроить для себя, я-то их для соседей покупал, чтобы барабанить вообще жестко, но если для себя, чисто для себя, и настроить именно так, как ты хочешь вверха, низа, включить приятную музычку, в принципе, и вот так вот они будут стоять в зале, это, получается, моя стенка зала. Туда идет коридор спальня и дальше кухня. В принципе, они приятно озвучивают вообще всю квартиру. Ну, то есть вот играет так вот, выбрать громкость нужную, там 40, там 50, ну, максимум лучше не ставить, чтобы не спалить их, естественно. Ну, в общем, они приятно играют и приятно озвучивают, как бы, комнату. То есть включил на фон свою любимую музыку, настроил все, как тебе надо на плеере, на колонках настроил. Ну, на плеере же тоже есть и коллайзер, у меня сейчас вообще он отключен, а там можно устроить, там, верхний, нижний. Не будет кайфово, реально. Вот, так что... Ага, у меня повтор стоит, я думал, следующая сейчас песня начнется, а у меня повтор 1 стоит. Это, кстати, все от плеера идет. Плеер, кстати, классно играет, ассоневский плеер. Вот. Плеер Сони, классно играет соневский плеер, он, кстати, озвучивает лучше, чем... Когда у него есть в экобайзере настройка, уникальный, и когда ее включаешь, она играет лучше. Настройка уникальная, там, получается, басы играют хорошо. И играют даже лучше, чем на этом, как его называют, чем на ноуте. И на ноуте включаешь басы, и они играют хуже, чем на плеере. На плеере они звучат качественнее и лучше. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем пока-два.